Первое, что мы с вами разберем о базе, это нужно ли выполнять ее новичку. Друзья, вы часто слышите, видите видео в статьях, особенно сейчас, когда многие блогеры уже не знают, о чем снимать, а привлекать внимание к себе нужно, начинают нести ересь, чушь. А многие просто снимают фейковые прикольные видео, тоже только для привлечения внимания, но большинство, к сожалению, из молодых зрителей и не очень не понимают этого. Так вот, новичку просто необходимо начинать именно с базы. Кто-то скажет, что база убьет новичка и нужно начинать тренироваться на тренажерах. Вот это как раз таки полная чушь. База убьет не только новичка, но и любого другого, который не знает, как ее применять. Во-первых, в таких упражнениях, как приседания, становая тяга, никогда, ни при каких раскладах нельзя доходить до отказа. Конечно, если только мы не тренируем окислительные, ну или, как многие говорят, медленные мышечные волокна. Но когда мы тренируемся с вами абсолютно для других режимов, для других мышечных волокон, для других качеств, никогда нельзя доходить в этих двух упражнениях до отказа. Никогда. Всегда нужно оставлять один, два, а иногда и три повторения про запас. Во-первых, почему? Новички на протяжении полугода вообще не должны думать о весах, только о технике. Отрабатывая технику, которая будет записываться вам на подкорку, вы гарантированно обезопасиваете себя от получения травм. Плюс, вы укрепляете как раз таки те мышцы. Работать можно с пустым грифом, бодибаром или даже с палкой от швабры деревянной. Не важно. Главное, нарабатывать технику. Через какое-то время, пусть это пройдет, 3-4 месяца, можно потихонечку прибавлять веса. Но только так, чтобы вы не чувствовали нагрузки. Серьезно, в последних повторениях вы тоже не должны чувствовать нагрузки на начальном этапе. Только жесткая отработка техники. На самом деле, это единственное, что в дальнейшем поможет вам наладить связь мозг-мышцы. Это уже отдельная тема, сейчас только коротко затрону ее. Потому что только от таких базовых упражнений центральная нервная система испытывает стресс настолько, что иннервирует. Кто не понимает, включает нервные окончания по максимуму, насколько только возможно. Потому что получает, она думает, это огромнейший атаки есть стресс для всего организма. И только так можно наладить связь мозг-мышцы. Чем больше нервных окончаний включится, тем больше подключится к работе мышечных волокон. Ведь это простая, аксиома, простой закон. Объяснять его никому не нужно. Так вот, если новичка посадить на базу и сразу же отрабатывать, как многие тренера по глупости делают на больших весах, через 1, 2, 3 тренинга, это полная чушь. Кстати, что происходит в кроссфите. Кроссфит очень опасен. Этим одна из его причин. Но это скрывается, умалчивается, хотя в свободном доступе есть. Кроссфит сейчас на первом месте посмертности. Больше всего людей умирает на тренировке, на соревнованиях. По той простой причине, что кроссфит и здоровье это совершенно две разные вещи. Как в принципе любой спорт и здоровье. Но кроссфит особенно. Об этом даже говорится на их сайте. Потому что в процессе таких интенсивных соревнований и тренинга мышечные волокна, отрываясь, наносят большой ущерб. Про гипертрофию сердца, думаю, говорить не стоит. Я сделаю отдельный выпуск о кроссфите. Хотя у меня уже кое-что есть в предыдущих роликах. Ознакомьтесь с этим. Так вот, друзья. База. Само слово база. Это фундамент. Какой фундамент вы сделаете для своего дома, таким будет ваш дом. Настолько долго и безопасно он будет вам служить. Точно так же и с силовым тренингом. Запоминайте, что только за силой в натуральном тренинге приходит масса. Только от базовых упражнений, тяжелых упражнений, выбрасывается в кровь огромное количество гормонов, которые так нам с вами необходимы. Потому что высокая концентрация гормонов в крови – это один из самых важных факторов роста силы и массы в том числе. Кто этого не понимает, тот просто глупец. Посмотрите на химиков. Химики, конечно, заявляют о том, что база не важна. И химик может просто, драча свой бицепс, действительно увеличить его. Но только не натуральный атлет. Разница только в одном. В химике постоянно плавает количество гормонов необходимых и даже выше зашкаливающих за норму иногда в сотни раз. А у натурального атлета в нашем современном мире зачастую просто не хватает гормонов, особенно тестостерона. Поэтому мужчины так часто болеют, слабость, не доживают даже до пенсии. Я об этом тоже говорю. Со Второй мировой войны уровень тестостерона практически у всего населения планеты мужского упал в два раза. Делайте выводы с царами. Медики ничего не смогли с этим сделать, кроме как понизить нормы, общие нормы для всего мужского населения. Но вы понимаете, насколько это глупо, опасно. Именно поэтому сейчас во всем мире, в грамотном цивилизованном мире постоянно используется гормонозаменительная терапия. И, к счастью, в России тоже уже к этому приходят. Хотя Российская Федерация самая тупая федерация в этом плане, потому что сейчас даже вносится поправкой, по-моему, она уже принята, что даже просто за рекомендацию к применению допинга, а чтобы вы знали, что любые гормоны, даже тот же инсулин, относятся к допингу. Так вот представьте, если вы инсулинозависимый, придете к доктору, он вам посоветует принимать инсулин, а это нормально, логически, чтобы вы выжили, то его тоже доктора могут привлечь к уголовной ответственности. Это самый такой смешной пример, абсурдный, но в Российской Федерации до абсурда доводят абсолютно любую ситуацию. Даже взять то, что переживают, какой президент будет здесь в Америке. Хотя какая разница, кто из президентов влияет вообще на какую-либо ситуацию. Но речь не об этом. База, друзья, думайте всегда головой, всегда понимайте, что база это инструмент. И любым инструментом, любым медикаментом вы можете как помочь себе, так и навредить себе при неграмотном его применении. Никогда не доходите до отказа, особенно в приседаниях и становых тягах. Это будет залогом того, что вы грамотно и правильно тренируетесь. Я не знаю, какие еще причины должны быть для того, чтобы новичок не делал базу. Говорят, что сначала нужно укрепить мышцы. Но как можно укрепить мышцы, если вы не делаете базу? База это многосуставное упражнение, включающее в себя практически все мышцы организма. Но это одни из лучших базовых упражнений. Их просто необходимо делать. Но о чем я говорю сейчас, когда говорю о базе для новичка? Это всего 4 упражнения. Приседания и отжимания от брусьев в одну тренировку. И в другой тренировочный день это становая тяга и подтягивания. Вот в подтягиваниях и в брусьях, как собственно в любых упражнениях с собственным весом, можно и нужно доходить до отказа. Но ни в коем случае не в упражнениях с отягощениями. Это будет тормозить ваш прогресс. Понимаете? Смотрите, еще очень важная вещь, о которой не говорится, просто потому, что люди необразованные, особенно наши инструктора, тренера, не понимают этого. И даже если человек чего-то достиг, это не значит, что он в чем-то разбирается. Понимаете? Ведь стероиды уравнивают людей. Помните высказывание, что Бог создал людей разными, а Кольт уравнял всех? В наше время она звучит по-другому. Бог создал всех разными, но гормон роста и стероиды уравняли всех. Но это тоже неправда. Если вы начнете принимать гормон роста, стероиды не гарантируют вам роста мышц. Все очень индивидуально. Но только касаемо именно наших гормонов, нашего питания. В тренинге все очень одинаково. И когда инструктора говорят вам о том, что необходимо для каждого подбирать супер индивидуальную тренировочную программу, они просто лукавят, потому что не понимают, что это неправда. А зачастую понимают, и в 90% случаев это связано только с тем, что они хотят выколотить из вас деньги. Подсадить вас на иглу постоянного профессионального тренинга, индивидуального в кавычках. Потому что основной заработок инструктора и современных фитнес-центров это ваши деньги, которые вы отдаете не за абонемент. Абонемент зачастую стоит очень недорого, а за персональный тренинг. Это мировая практика, пошла она, кстати, отсюда из Америки. Так вот, друзья, скажу вам одну вещь, о которой вы не знали и навряд ли где-то слышали. Если, конечно, не читали мои статьи ранее. Когда вы выполняете какое-то изолированное упражнение, и работает только один сустав, одна мышца, вы настолько вредите себе, что потом вы будете испытывать серьезные проблемы в базовых упражнениях. А если вы занимаетесь единоборствами, либо каким-то другим видом спорта, изоляция вам практически противопоказана. Потому что, иннервируя одну мышцу, мы включаем малое количество, задействуется малое количество вообще нервных окончаний. Центральная нервная система не воспринимает это как серьезный стресс. Но это еще не все. Когда вы тренируете каждую мышцу отдельно, дисбаланс, координация, знаете, есть такая характеристика наша, разбалансируется. Именно поэтому во всех видах спорта, в хоккее, в футболе, кто грамотно подходит к этому, в профессиональном спорте, есть занятия с отягощениями. Но если вы специалист или не специалист, когда-либо, когда-либо наблюдали вообще за тренировкой таких спортсменов, вы никогда не увидите, чтобы они делали какое-то изолированное упражнение. Если только это не прописал доктор ЛФК для восстановления после какой-то травмы. По той простой одной причине, что координация нарушается. А вы сами понимаете, если нарушается координация, нарушается и все остальное. О какой связи мозг, мышца может идти речь? О какой правильной технике может идти речь, если вы не можете нормально, координационно сработать в том или другом движении? Вы будете испытывать проблемы. Поэтому самое тупое, что вам могут порекомендовать, прийти качаться и начать с тренажеров. Нет. Если вы хотите быть здоровым, хотите сохранять мотивацию, постоянно хорошо и грамотно тренироваться, в первую очередь вам нужно осваивать базу. Естественно, повторяюсь, с легкими, относительно легкими и очень легкими весами. Это вас очень грамотно и плавно выведет на пик хорошей формы, когда вы уже будете работать с серьезными весами и не задумываться о технике выполнения. Это так, если вкратце. Более подробно все описано в моих статьях, которые совершенно в бесплатном доступе находятся на сайте hmgym.ru. Там же все мои видеоролики. А для всех статей я сделал для вас ссылки. И теперь вы можете легко найти для себя нужную вам статью. Друзья, мне не нужны лайки, просмотры, можете ставить дизлайк. Но если вам понравилось это видео, поделитесь с ним обязательно, с друзьями. Пусть все знают и понимают, насколько сейчас много ереси, откровенной чуши, мракобесия, просто связанного с базой. База – это наше все, особенно если ты натуральный атлет. Если ты пришел в зал и хочешь посвятить себя тренингу для здоровья, для укрепления мышц, неважно для чего, начинай с базы, начинай с освоения техники. Тогда у тебя никогда не будет проблем со здоровьем, с позвоночником, потому что база при грамотном построении тренировочного процесса обязательно укрепит все твои кости, связки, мышцы. Не забывайте, что только упражнения базовые, силовые укрепляют сухожилия и связки. А для новичка это крайне важно. Но никто вам не говорит, что классический тренинг бодибилдинга действует на связки совершенно в другом ключе. И вы можете получить от этого травму. Это еще одна причина, почему база должна быть на первом месте. Почему основной упор делать на базу. Итак, друзья, обязательно присылайте еще псевдонаучные теории, почему нельзя делать базу. И в следующих видеороликах в этом плейлисте мы будем их все разбивать. Увидимся в тренажерном зале. Приседайте, делайте становые тяги. Будет вам сила, масса и здоровье. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...